Добрый день, друзья! Сегодня я попробую нарисовать тюльпаны желтые и постараюсь максимально подробно отснять это видео полностью без каких-то существенных пропусков. Итак, что нам для этого нужно? Сначала мы загрунтуем холст размером 50 на 80, придадим немножко фактуры, как обычно. Так, беру грунтовку свою. Напомню, грунтовка скоро должна быть в продаже. Грунт, грунт, паста, точнее. Это же грунт, это же и текстурная паста. Под видео в описании читайте. Возможно, к моменту вашего просмотра этот порошочек будет в продаже. Так, акриловый лак и губочка. Для фактуры я насыпаю достаточно много материала. Для грунтовки на такой холст достаточно всего лишь столовой ложки порошка. Повторюсь, возможно, я в каком-то видео и говорил, здесь нет, в этой смеси нет мела, гипса и прочих веществ, в котором нужно замачивание перед использованием. Эту смесь можно замачивать непосредственно перед работой и под задачу делать текстуру. Так, вот несколько жидковато разбавил. Можно добавить еще порошка или же подождать, пока он загустеет, пока из лака выйдет влага, чтобы более качественно делать текстуру. Я сейчас поставлю на вентилятор этот холст, чтобы она, чтобы ускорить этот процесс. Так, вот грунт немножко загустел. Разносим по углам. Тут у меня будет цветы по центру, как обычно, где-то в районе центра. Эта фактура не нужна. Так, вот лишняя паста у нас. Многовато проложил. Текстура нужна только для фона. Можно обойтись и без текстуры, но на гладком холсте трудно сделать такой качественный интересный фон. Здесь остается тонкий слой грунта. Грунт особый, шершавенький. Который очень помогает вести работу в один сеанс. Вот я покажу, что должно получаться. Вот такая вот имитация штукатурки. Можно не таким толстым, повторюсь, слоем все это делать. Можно еще толще делать. Особенно на большие форматы это хорошо смотрится, когда текстуры много. Когда она сложная и выпуклая. Вот по центру немножко заглаживаю. Вот все, две минуты работы, а уже очень эта процедура очень облегчит, поможет в работе. В дальнейшей работе. Так, ставлю опять же на вентилятор и набираю краски. Еще что нужно, нужно замешать пару колеров из этих смесей, из этих красок. Вот коричневый, очень хороший получается. У меня закончился, давно закончился марс коричневый. Да, марс коричневый, прозрачный. Что-то подобное можно сделать из краплака розового и травяной зеленый один к одному. Приблизительно по количеству один к одному. Получается темный, хороший, глубокий коричневый. К тому же лисировочный, так как обе краски лисировочные. Напомню, должен быть мастер-класс как травяная, так и краплак. Вот хорошая, укрывистая, не так быстро сохнет, как марсы. Они прямо на лету, особенно летом, сохнут в тонких слоях. Это не очень удобно. А это более-менее живучая краска. То есть, день, сутки можно с ней, с этой краской работать. Вот она и лисировочная, у нее хороший цвет, и вот в разбиле она вот такая. Очень хороший коричневый. Так, дальше. Да, можно тоже самое сделать фиолетовый хороший. У меня есть видео про колеры, посмотрите. Еще есть колера. Вот немножко FC и раз так в 6-8 больше краплака. Вот. Смотрим, какой цвет. Да, вот хороший, глубокий. Также стабильный и лисировочный колер получается. То есть, также два мастер-класса между собой. Они лисировочные, прозрачные, чистые цвета. Так, что еще? Ну, можно, знаете, что сделать? Секундочку. Можно взять лимонный. Лимонный. А, да. Получает, например, с изумрудочкой. Сейчас. С изумрудкой, а еще лучше с зеленой FC. Как более чистый цвет. Также немножко, совсем немножко. Вот буквально на эту кучку, там, не знаю, спичечная головка, может, меньше. Вот такой солнечный цвет. А зелень, носок, вот такой вот. Так, подсохла текстура. Сейчас я немножко сниму колючки, которые остались. Не над палитрой, конечно же, делаем. Иначе будет здесь вся краска. Вот минут 10, наверное, вентилятор и меньше. Она уже подсохла, она еще не окрепла, но к концу работы она как камень станет. И повторюсь, эта текстура, она гибкая, даже в толстом слое. Поскольку она на основе акриловой смолы. Вся эта история гибкая. Ее можно снимать с холста, сворачивать рулон. Она не отскочит. Очень прочно будет держаться. Так, далее. Имприматура. Имприматура делаю под задачу. В данном случае я хочу написать пионы, тюльпаны, солнечные, теплую работу. Поэтому я сделаю достаточно теплую подкладочку. Так, работа это абсолютная импровизация, как обычно. Так, что еще? Нужны две краски. Вот индийская желтая. Это чисто для имприматуры немножко нужно. Мастер-класс. Так, и марс оранжево-прозрачный. Также немножко нужно будет. На разбавители опять же делаем пассивную подкладочку имприматуру. То есть, если бы с маслом, она была бы активная, она бы вмешивалась хорошо в краски поверхностные. А подкладка же на разбавители, она даст только фон, но уже вмешиваться не будет активно в краски. Так, проверяем. Так, ну вот да, вот такое что-то солнечное. Так, чуть добавим марса. Так, вот здесь я перетемнил немножко. Стараемся попасть в тон, в средний тон. Не очень темный, не очень светлый. На темной подкладке работа в один сеанс получается обычно излишне темный. Вот оптимальный тон. Тон для начинающих это темное светлое у художников. Так, карандашиком делаем контуры цветов. Ну вот, опять же какая-то фигура у меня будет просто вертикальная. Немножко достаточно крупные цветы. Вот центральные. Как устроен тюльпан. Понятное дело, там три лепестка вот так. И внутри еще три с проворотиком. Вот один. Вот второй у меня будет. Так. Хотел вертикальная, что-то завалил. Ну ладно, пускай будет заваленная. Так, так, так. Так, ну вот пять тюльпанов. Думаю, хватит. Возможно, что-то добавится еще оттенками. Может, мелочь какая-то появится. Вот пять тюльпанчиков. Достаточно. Быстрее закончу. Так, теперь щетинкой делаем подкладочки. Внутренние тени. Берем желтый. Вот можно облагораживать немножко теми же коричневыми. Без белил пока что. Вот, как обычно, у меня свет слева сверху. Левая сторона в данном случае желтенькая. Чисто желтая. Правая уже с рефлексом. Если имитировать, ну если писать подкладку как бы с небом, то что, то есть рефлексы неба, в данном случае здесь будет зеленоватые. Такие вот фиолетово-зеленые оттенки, серо-зеленые. Поскольку голубой рефлекс неба ляжет на желтый и даст зеленый. Ну, то есть при смешивании желтый с синим дает зеленоватые оттенки. Плюс еще достаточно теплые зеленые рефлексы даст листва какая-то снизу. Вот здесь. Так, внутри у меня оранжевый. Да, кстати, возьму, наверное, оранжевый. Вот кадми-оранжевый от ладоги, хороший цвет, недорогая, хорошая краска. Краску немножко можно разбавлять, но слишком разбавлять не нужно. 10% масла это 10%. Если много залить вот этим двойником поверхность, будет долго сохнуть и работать будет не очень удобно. В последствиях поверхности. Да, вот, кстати, бирюза с желтыми дает, по-моему, тут нужный тон рефлекса небесного. Бирюза у нас ладога, по-моему, да. Да, вот здесь, если рядом два цветка, этот цветок отбросит тень. Тень между собой не будет холодная. Желтая на желтая. Теплом каким-то должно отдавать. Пока оранжевый сюда. Оранжевый, красный. Да, лучше работать несколькими инструментами для экономии краски. Ну вот, чтобы этот зеленый, он еще пригодится для теневой. Чтобы не пришлось ее скидывать, эту краску. Да, можно немножко уже на этапе подкладки немножко дифференцировать каждый объект, чтобы, несмотря на то, что это один сорт, например, цветов, какие-то делать более холодными, более теплыми красками. То есть, чтобы они немножко отличались друг от друга. Стараемся работать пока тонкими слоями, так как все это будет сниматься еще. То есть, краска, излишки краски будут удалены. Да, не забываем про черную краску, сажу. Кстати, сажа с желтым дает зеленоватый оттенок. Это не сажа, но что-то подобное. В общем, черный цвет также очень важен в жилописи. Вот он с желтым дает спокойный зеленый. Незабываемая композиция, чтобы была какая-то... Вот я немножко высуну вверх вот этот цветок, чтобы была какая-то интересная фигура. Прикоративная штука. Прикоративная штука. очень важно прищуриваемся проверяем тональность мы видим тональности хорошо различие небольшие в тоне когда глаза открыты мы хорошо замечаем нам кажется что достаточно между например светом и тень как только мы прищуриваемся света в глаза попадает меньше им уже труднее попасть заметят эти тональности и становится заметными тональности только очевидное когда светлое это действительно светлая темно достаточно темный предмет то есть прищуримся проверяем здесь можно еще добавить чуть чуть темноты то есть чтобы разница была такая серьезная особенно когда пишешь солнце на солнце контрасты очень большие на солнечном свете так вот заготовочки почти закончены а вот коричневый сюда подходит хорошо в нижнюю часть так пускай это тоже тень отбросит так и можно кстати да вот эти вот оттеночки разбросать еще фон вот можно посерьезнее кисточку взять я еще не решил что тут будет с фоном что это повторюсь импровизация полнейшая вот все сделанное тянет за собой следующий шаг следующий какой-то оттенок тем самым работать интересно ты ну по-настоящему творчество какое-никакое плюс в общем да работать намного интереснее когда работаешь вот вот так творишь по-настоящему созидаешь что-то новенькое не срисовываешь дальше то на темный цвет какой-нибудь подкладываем смотрите да сейчас я сниму излишки как видите в два движения так нежелательно потому что будет вот такая такой брак раз два двумя сторонами грунт держит первый слой краски очень хорошо он шершава и поэтому это уже является как бы подмалевка то есть он не свозится до зернышек белых когда по гладким грунтам это часто бывает не то что от ножика даже от жесткой кисти жесткая кисть такие бороздки оставляет прямо до белого грунта это далеко не всегда нужно дальше дальше что у нас здесь может быть оставлю местечко под под небольшие цвет под ну под эти под маленький так дальше теневую тень берем тень берем наверное носки педали темные краски вот беру наверно вот этот колер носки педали также для того чтобы она подсохла и не было в нем масла чтобы ну поп поверху можно было как-то работать без перемешивания темного со светлым вот пару очень темных мест задам для такой для тона чтобы был конкретная тональная разница вот здесь где-нибудь вот здесь здесь без бедю все остальное уже а до высветить можно с светлыми красками не так же не берет не белилами чтобы не терять насыщенность в тенях белила погасили сразу сразу же эту эту краску хотя вы знаете в этом кадме и есть белила пост потому она и не кроющие то есть по ней не лессировочная вот составе здесь написано п пигмент ел 3 и pw6 пигмент белый титан это колер тоже это не чистая краска это составная краска на заводе составе краску разбавляю не вот так это важный момент студенты все время вот так и разбавляют и и переизбыток вещества и в том числе масла в смесях уголочком уголочек вы должны чувствовать кончик даже лучше легче промахнуться но вот взять только слуха нужно разбавить или у краев работаем аккуратно разбавленная краска очень брызгает с кистей здесь можно смело у краев аккуратненько вот какие-то случайные краски беру широкую краску не экономим не размазываем никакого удовольствия не получите если будете вымазывать эту красочку растирать и краски недорогие вот на всю работу здесь уйдет но может 300 рублей максимум краска да меньше на верт меньше а до забыл разбавляю вот этим лучше разбавлять вот этим особенно у у цветовка там где есть большой контраст старайтесь брать работать лисировочными красками они несмотря на то что здесь лисировка книг и никаких речи не идет но лисировочная краска более красиво лежит особенно в тонких слоях они перемешиваются красиво тут очень много лисировочных красок вот этих коричневые получается что у нас травяная вот эти вот до бирюза по моему лисировочная вот это вот это вот это fc зеленая или до fc зеленая хорошо также прозрачная красивая краска то есть они микро в перемешивании в тонких более красиво чем вот ввиду я сейчас охру немножко сразу будет место глухое поскольку охра очень кровящая краска не лисировочная а вот эти вот оттеночки через них видны через как через пленочки через пигменты следующий пигмент вплоть до вот этого грунта так немножко вот можно фиксировать краев не оставляем то есть не контуров не оставляем сразу притык к заготовочки разносим краску сверху будет сверху будет намек на небо так запись идет все в порядке так небо возьмем бережа не небо что-то такое светлое холодное рулю рулем рулем не очень яркий возьмем вот королевская голубая то что я хотел выдавить в комментариях все спрашивают что это за пленка это просто обычная пленка толстая для предотвращения там контактов с краской некоторые краски это тяжелые металлы кадмия кобальты они неплохо перед переходят мигрируют через кожу в организм это чисто такая гигиена труда рекомендую очень быстро привыкаешь к ним и уже без них уже обходиться не можешь руки обычно когда не торопишься руки чисто когда спокойно работаешь так вот этого ищу подходящий оттенок вот уже созданная опять же о чем я говорил то есть картина растет вырастает как бы по по мере продвижения растет естественно так ярким и возможно излишне ярки да вот этот желтым давно подсох впитался в грунт не вмешивается уже вот в эту голубую то есть о чем я говорил то пассивный гром будет тут масло немножко она бы уже активно вмешивалась чтобы приобретал оттенок что-то среднее между этим и этим так вот захотелось вот этого солнышка сюда сейчас захотелось холодного чего-то да берем тональность пока что темнее чем нам нужно это важно то есть поскольку мы будем работать еще на работа идет в масле обычно на высветление поэтому ну так процентов на 10-15 как бы берем тональности поглубже потемнее кисть работает вот как то так если нам нужна какая-то динамика и направление то лучше разнообразным мазком работать в разных направлениях с разной степенью давления на кисть чтобы мазочки были раз такие уникальные отходим я вот ленюсь отходить а надо бы смотреть общее впечатление менять угол зрения относить работу на обратную сторону мастерской помогает фотографирование помогает чтобы мы с свежим взглядом смотрели чтобы не было застампованности психологи тут читал много читал пишут именно про живопись что что художник когда пишет он не не может очевидно смотреть на работу ну не в состоянии но свойства человека свойства психики поэтому нужно отходить нужно как-то разные углы зрения смотреть на свою работу чтобы освежать освежать взгляд как правило то что мы делаем ну нам более-менее нравится на самом деле и ошибки мы допускаем и возможно какие-то негармоничные отношения и так далее что особенно это касается пейзажей пейзаж нужно писать обязательно проверять каждую минутку отходить смотреть да и цвет можно брать сейчас достаточно открытыми цветами красками писать вот я очень яркими пишу они и в процессе работы немного дальнейшей работе они немножко успокоятся полностью я не закрываю текстуру кое-где она видна сейчас покажу вот наверно видно вот она кое-где просвечивает и собирает в общий колорит всю работу особенно это по краям можно использовать этот прием так вот еще раз приближаю краску к заготовкам вот она процессе он немножко успокаивается вот эти яркие оттенки процессе раз дальнейшая работа они будут миксироваться между собой и немножко успокаиваться также много краски здесь не нужно я тороплюсь много ее беру можно немножко поменьше потому что также вот сейчас я буду все снимать эту краску так снимаю снимаю излишне в два движения извините за подробности но мне многие просят фильм будет длинно конечно многие просят именно такие не обрезанные фильмы делать много конечно повторений из фильма фильм ну как бы что поделать чтобы процесс был отображен полностью я вынуждены повторяться одно и то же переносить из одного видео в другое принципы вот эти вот еще грунтовочка не подсохла местами схватиться примерно часа через полтора два окончательно а через сутки она уже будет приобретет уже полнейшую прочность так ставлю на вентилятор для ускорения мне нужно чтобы она стала матовой вся поверхность окончательно испарился двойничок вот этот можно было спокойно продолжать так минут 10 прошло подсох немножко подсохла краска теперь как обычно я начинаю с фона строительными кистями не разбавленной красками точнее не слишком разбавлены идем на высветление подбираем оттеночки и вот как пудручку скидываем на поверхность тут уже можно вовсю белила использовать это также как бы по наитию что ли законов каких-то нет цветовых точнее не есть конечно но в данном случае просто подбираем красивые оттенки также работаем теплым по холодному холодным по теплому и прям заходим на заготовки не боимся здесь тоже очень важно отходить смотреть с разных расстояний на общую картину вот еще раз покажу что я делаю вот так сбрасываю с небольшой тональной разницей то есть не не явно белым по явно темного такими промежуточными оттенками как пудру сбрасывают более светлую краску на уже почти подсохшую поверхность вот так hanging 곱ую часть Субтитры сделал DimaTorzok Вот перетираются между собой краски, о чем я ранее говорил, и уже из ярких оттенков перетираются в такие пастельные сложные оттенки. К тому же происходит так называемое оптическое смешение. Вот здесь вот эта вот рябь, мелкая-мелкая рябь, если я близко смотреть, видим эти различия. На дальнем расстоянии вот эти две краски, которые лежат рядом, они на расстоянии смотрятся новым оттенком, сложным. Вот это оптическое смешение, оно очень ценное в живописи, этим пользовались импрессионисты очень широко. Но немножко другим способом они не дотирали мазок, у них в мазке было сразу много-много чистых красок. То есть они брали краску, часто брали краску без миксирования на палитры, и этих нескольких оттенков прокладывали. И полосочки вот эти цветные, они как бы все вместе работали по совокупности на результат. То есть чистые краски давали сложный цвет на расстояние. Вот текстура нам дала красивый фон, буквально за две минуты работы к фону я еще буду возвращаться. Но вот уже в этот фон, в это окружение можно вписывать, начинать вписывать объекты, цветы, листья и так далее. Так, для начала так же, начинаем пока что щетинкой среднего размера, вот двадцаточка рублев. Хорошие рабочие кисточки, очень рекомендую щетины, недорого, хватает надолго. Хорошо собраны, кстати, не разваливаются, если не штриховать против шерсти, они долго держат форму. Так, теперь смотрите, ну, определяемся с цветом солнца, уже можно немножко белил пробовать, захватывать. Можно, теоретически можно, если нужны яркие цветы, просто кадмиями работать, будет желтый, такой сочный цвет. Но все же, чтобы показать освещение, а солнце очень сильно выбеливает краски, тут уже приходится немножко ее разбеливать. Работаем, смотрите, вот объект большой, тут сколько, наверное, сантиметров 30, не рукой, а прямо от плеча. Линия должна быть длинная, ровная. И работаем, мазок кладем по прожилкам. Вот, например, это у нас один лепесток, посередине прожилочка у него идет такая зеленоватая, как правило. А к нему под небольшим углом сходятся прожилочки, к этой серединной линии. В общем, нужно посмотреть, как устроен тюльпан, гляньте, именно вот этот угол важен. И лимоночку захватываю, и кадмий вместе миксирую. Вот лимонка, чистая лимонка, слишком холодная краска для солнечного света, а кадмий красный, ну, наверное, слишком теплый, что ли. Вот, возможно, нужно кадмий, так, это у нас кадмий средний. Кстати, да, возьму, наверное, кадмий желтый темный. Для каких-то моментов, я забыл про нее, про эту краску, какие-то места. Вот у нас кадмий желтый темный, очень такой красивый цвет, именно мастер-класс нужен. Вот. Продолжение следует... Да, ботаникой какой-то я особо заниматься не буду. Я не буду делить на листики, прожилочки. Это как бы мне не нужно. Просто будет впечатление. Впечатление о том, что это тюльпаны, освещенные солнцем. Какой-то объект я выпишу более детально. Все остальное можно чисто цветом брать без деталировки. Работа декоративная. Рефлексы. Тени рефлекса. Усиливаем разницу температурную и тональную. Что-то фиолетового захотелось в желтый ввести. По крайней мере, вот в эти плоскости, на которые будет рефлексировать небо. Вот здесь уже так не будет. Это к земле повернутая часть. Тут уже какими-то зелеными, серо-зелеными красками нужно работать. Вот здесь. Сейчас можно как-то разделить их на лепестки. Так, так. Так. Да, внутренние тени теплые. Точно так же, как вот этот желтый с желтым дает тепло между собой, рефлексирует. То же самое внутри цветка. Вот здесь будут теплые тени. Собираться в тепло-оранжево. Оранжево-коричнево, возможно. Так, излишки краски, если имеются, так же можно аккуратненько снять. Так, сейчас я беру уже цветочную кисть для формирования, для более деликатного формирования лепестков. Краску разбавляем немножко, чтобы еще более жиденькая была. И точно так же по форме лепестков идем, ну в данном случае опять же на высветление. Не перебеливаем. Вот такой важный момент, чтобы совсем в разбилку не пошло. Особенно для тех, кто с фотографией рисует. Там забеленные места светных предметов на свету. То есть фотография, она как бы воспринимает почти белое, как белое. И начинающий художник повторяет этот белый цвет, и картина разваливается, она не смотрится. То есть цвет исчезает, когда перебор по белому. Вот этот почти белый здесь читается, на самом деле он далеко от белого, как видим на палитре, отстоит достаточно далеко. Даже возможно я сам излишне разбеливаю работу. Вот берем там, где попадает свет кончики. Опять же я так же говорю про ботанику. Ну, как бы мне мало интересно ботанические делать такие работы. Вот как-то там он устроен, но вот похоже, возможно он не так. Но он вполне читается как цветок, как тюльпан. Этого достаточно. Хотя по-хорошему можно прорисовать карандашиком каждое. Никто не мешает прорисовать и аккуратненько поработать вдумчиво с каждым лепестком. Щетинкой уже можно попробовать подоставать вот этот цвет подкладки, который у нас был. Отжимая постоянно. Можно пальцем это делать, можно жесткой кистью. Немножко поделить на бугорки, на прожилочки. Так, дальше. Тоже теневые немножко. Вот зеленый оттеночек. Эта кисть шестерка из набора, она самая большая. Она не очень овальная, она специально сделана вот с такой площадочкой. Уголки подрезаны, а вот эта часть плоская. Как раз для тюльпанов самое то. Для маков, для тюльпанов. Кстати, вот эта кисть, она хорошо умеет делать как раз вот такие патинирования, это называется движение. То, что мы делали в строительной кисточке, сейчас вот можно по подсохшему бочком без давления прокладывать оттеночки. Вот так вот. Так же усложняя текстуру работы. Да, вот эта кисть из набора для листьев, прямоугольная, она одна в наборе, она очень качественно умеет растирать краску. Вот так растушевываем, соединяем жесткие какие-то, ну, соединяем свет с полутенью, например, в данном случае. Она это очень качественно делает. Входят и выходят как бы вот так, без резкого входа. Вот так вот работаем. И так же едва касается. И постоянно отжимая от краски. Вот она смиксировала между собой вот эти два жестких, контрастных, две жестких контрастных краски. Естественно, не сразу после того, как мы разбавителем что-ли поделаем, немножко нужно подождать, пока выветрится, тогда качественно растушевывается. Если краска жиденькая, она, конечно, смажется некачественно. Растушевка качественной не будет. Так, показываем торцы листиков. Они горят почти беленьким. Аминь. Все. Аминь. Аминь. так опять сделаю маленький перерыв опять же чтобы краска остановилась если нет вентилятора просто побольше перерывчик чайку попейте если есть вентилятор это очень удобно когда работаешь на разбавленных красках чтобы все снова и снова подсыхала немножко и работа чтобы верхние оттенки ложились на загустевшую краску так удобнее работать они не так смешиваются нет грязи так прошло минут десять продолжаю работу вот этой кистью для листьев из набора удобно когда она отжата когда она становится таким как бы мастихинчиком мягким удобно также проект прожилки вот эти вот универсальная кисть очень помогает их пейзажи и везде намеки уже на зелень можно оставлять также без давления можно на скорости скорость нам дает ровный мазок и то что краска не успевает закрасить углубление то есть желательно вот так вот на скорости делать этот мазок краску подбираем очень важно а консистенцию чтобы она не густая была ну и не очень жидкая мягенькая такая тогда она будет хорошо сбрасываться до строительной кисточкой можно блики писать краску ну такой средней мягкости берем также почти белила и сбрасываем на сторону там где бликует солнце вот так вот также вход плавно и выход на вылет они дают полосочки тоненькие такой часто бывает и цветок как бы становится такой вот атлас на немножко что ли и опять же потом прожилочки если под забилось краска и же достаем вот эти прожилки также можно какие-то спецэффекты попробовать вот этой кистью обратной стороной взять какую-нибудь краску вот можно так но краплак да по полу краплак раздавить немножко по поверхности палитры краску не разбавлено без белил смотрите вот должно быть подходить вот эта краска уже ну то есть надо она же быть родная вот этому лепестку и потом обратной стороной окунаем ну например более темным более светлую неважно в какую-то контрастную краску ставим и протягиваем то есть собираем уголочки кончики у тюльпанов такое бывает или желтая краска или зеленый тут уже по вкусу и точно так же движение очень важно четко поставить и по прожилочка на вылет так дать него вот берем подбираем теневой цвет вот он родной и опять же берем что-то да можно просто проложить пример 2 одну-две прожилочки такие и протянуть как вариант все на рисуем обязательно переворачивать то есть берем одной страны это важно то он очень качественно сбрасывает вот этот сейчас покрупнее поставлю вот вот такие эффекты он тогда очень если обратно переносит а грубо будет мазочку то есть попробуем на камеру вот с обратной стороны краска на отрыв на вылет обещал многие спрашивают по уходу за кистями вот такими в данном случае вот моим цветочным вот этим кто купил и собирается купить они очень долговечные если и за ними немножко ухаживать вот этой кисти ну больше двух лет точно вот этой не менее двух лет работает прекрасно у них очень износостойкая щетина особенно в рамках мастер-классов там просто все равно еще держатся такой момент по поводу мытья как мыть кисти большие отмывать их очень сложно то есть любая кисть она должна быть не то чтобы им это там на сто процентов она 200 дело в чем что в том что выбрать бы помыли помыли водичка светленькая но это если мыть водой по опыту я знаю что очень хорошо отмывает горячая вода с порошком стиральным недорого и так эффективно хороший стиральный порошочек ложечку вот если не не хорошо не отмыть точнее покажу на примере вот обычные кисти тут у нас проклейка эпоксидная эпоксидная смола здесь нет проклейки но в том числе из и сюда попадает как вот в этот патрон двойник тройник с маслом там с чем с лаком вроде бы отмыли вроде водичка чистая вроде все поставили потом она каким-то молекулярным там я не знаю какой-то процесс поднимается все это то есть масло тройничок и склеивать щетину кстати щетинам кистям это не очень страшно их легко обратно в чувство привести там в тончиком каким-то или чем-то еще а синтетика нежная колонок или вот это вот синтетика она склеивается как бы склеивается она такая вялая уже становится и уже очень трудно их как бы реанимировать чтобы они опять стали писать так вот я к чему или очень тщательно моем отмываем кисти или же или же нему вот я их не мою у меня их очень много после работы я просто разбавителем если есть остался разбавитель немножко отмываю от краски на льняном масле и окунаю в подсолнечник подсолнечное масло вот так вот например это подсолнечное масло хорошенько про про чтобы щетинки хорошенько набрали это масло и все и кладу в данном случае я кладу в ящик поскольку много кистей можно просто в черный полиэтилен завернуть и так она будет лежать ну так и 10 даже летом ничего страшного не станет с ними вот если перерыв больше или уже отмываем или же я делаю когда в отпуск уезжаю там больше двух недель уже в масло немножко масла беру оливкового она не сохнущая промокнул точно также положил и все и забыл ставить их масло нельзя все нежные кисти включая синтетику они запоминают вот эту форму и потом трудно их обратно чтобы они обратно стали нужной формы щетину выпускать можно масло при длительном хранении так что или хорошенько моем очень хорошо очень тщательно или же просто замачивать что я рекомендую буквально две минуты и все завернул и хранятся эти кисти если есть возможность положить в холод куда-то ну на балкон зимой или холодильник может кого-то есть возможно это еще более удлинит время время эксплуатации как бы точнее не эксплуатации вот и еще такой момент по поводу форму кисти как она тебя держит вот эти кисти они вот он становится и и и держит вакуум грубо говоря внутри когда много влаги она склеивается то есть это превращается в такой мягеньким из ну как мастихин что ли держит вакуум не она не дает краска когда она хорошо наполнена краской и тройничком двойником не дает делать вот такой вот расчесочки если же у вас и даже хорошее окунание в краску не держит форму такое бывает ну вот немножко так вот щетинка как бы вот такую форму держит немножко с например раскол вот такой есть постоянно хотя это кстати иногда красиво когда делаешь мазки иногда это хорошо заходит в лепестках вот тогда просто промакиваем в густую краску на при белилоке густые придаем форму хорошенько и прогреваем от придали форму нужную вот так немножко во внутрь вот лопаточкой над газом там на чем-то еще 150 где-то до 200 градусов несколько минут их прогреть вот она как химическая заливка с опять же придаст каждая щетинка запомнит эту форму надолго запомнит вот у меня есть видео ссылочка может подняться внизу будет или же сами наберите буйко в ютюбе буйко как придать форму кистям там все об этом более подробно более детально то есть мы придаем форму можно формировать любую форму из кисти это такой маленький технический момент но и главный папа уходу лучше в масло так что еще да все же не хватает немножко света чуть-чуть можно все-таки зала чтобы они немножко залась зала снились лайнером лайнер это тонкая кисточка длинненькая берем густую краску относительно густую окрашиваем немножко в солнечный цвет какой-нибудь и по местам там где солнце прям под прямым углом пьет поверхность лепестка прокладываем эти белила и опять же строительной кистью вот это это во многих кисть видео я показывал как прием очень такой эффект мы немножко растаскиваем эти разные стороны чтобы опять эта линия не было ровной до мягкие надо было все-таки густой густыми красками делать а слишком размазывает сразу свет появляется такой млекующий когда лепестки чистые промытые например дождем да советую все же густой краской поленился выдавливать густую краску то есть белилами не разбавленными делами тогда более качественно этот эффект ну вот свет появился я знаю как на камеру видно появился вот загустела краска запластилинилась вот в тонких слоях можно очень деликатно впаять касание так называемое вот и кстати вот это темное то что мы на скипидаре делали вот он почти не вмешивается краску и касание сбить то есть касание теневых с фоном свет лучше жестким оставить теневые части лучше как сплавить тогда это более как-то смотрится что ли качественно что ли не жестко нам лишняя жесткость не нужно в этих работах тут жестких хватает вот здесь по жестких моментов контрастных вот тут какая-то невнятица неохота работать перекроем листиком тут уже можно разбавить хорошенько краску градиентом понятное дело с одной стороны темнее с другой светлее теплее еще температурный градиент можно вот там где освещено будет более тепло с менее освещенной будет темнее и холоднее вот вот об этом я говорил температурная разница и тональная должна быть вот там так намек на палочку прикрываем один глаз подносим кисточку и смотрим весовую весовой центр как бы находим иногда ошибаешься как бы досмотришь просто ну кажется вот здесь например тут серединка а когда приставишь кисточку вот чувствуется что ошиблись от центра ушли центр как бы весового смыслового центр оси цветка в данном случае вот здесь где-то будет вот эта палочка стебелек да торцы не забываем также вот здесь можно торец зажечь как и здесь мы зажигали вот какой солнечный оттенок вот уже грунтовку набрала силу текстуру точнее фактура фактурная паста уже можно очень смело с ней работать повторюсь разница с обычными текстурными пастами например такая как sonet они очень скользкие держит краску так уже можно и расписаться наверное до подроспись если в один сеанс там где тоненько так то наверное вот здесь можно где-то он малой краски можно вот так выбрать чтобы не мешалось поставить какую-нибудь подставочку разбавить взять лайнер небольшой вот такой вот ну или каком колоночек там единичку на лавочку разбавить краску данном случае вот ткадный красный светлые подходят подходят в зеленый уголок разбавляем лаком обязательно такой важный момент не просто разбавитель на сбавить сухо все это делает берем какой-нибудь лак жиденько разбавляем краску до состояния такой текучести почти растекаемости вот разбавили излишки можно так вот снимать и пишем сначала черновую как какую-то подпись просто на черно как бы кисть можно поэлегантнее взять какую-нибудь правда нулевочку но с длинным ворсом для чего для того чтобы она тянулась красивой а так криво получается кривая подпись когда кисточка тянется сейчас я увеличу когда кисть длинная она не так на нее нет не так влияет дрожание руки она как бы тянется хорошо качественно да рассчитывайте то что если рама будет не садите очень низко то есть приподнимайте немножко подпись я растягиваю по расстоянию между руками фамилия короткая хочется чтобы подпись такая была более-менее длинненькая так это у нас восемнадцатый год вот а теперь можно утолщить как бы вот эти места какие-то доработать на лаке она будет выпуклой вот эти места утолщенные они останутся ну главное чтобы не потекло это место останутся они выпуклыми что такое? ну вот не самая элегантная моя подпись но инструмент такой грубоватый вот да если что-то ошиблись можно немножко подрезать кисточкой поравнять переписать просто многие спрашивают на занятиях спрашивали как правильно подписаться сухо очень некрасиво подписывается а небрежная подпись это автоматически показывает наблюдателю то есть зрителю что написано небрежно и художник относится к своей работе поверхностно возможно иногда такое бывает впечатление так ну кто заканчивает на сегодня у меня завтра занятия я еще свежим взглядом посмотрю на эту работу что-то возможно поправлю вот так немножко может вот такая она свежая они не замученная два часа приблизительно времени ушло чистого времени да не более двух часов можно и меньше можно и за час подобное сделать вот всем конечно удачи пробуйте это очень просто так это как что-то такое главное сохранить чистоту цвета оттенков цвета тональную градацию не забыть что свет намного светлее чем сама тень но у кого не получится не отчаивайтесь приходите уйдете с работой приходите на мастер-класс ко мне занятия уйдете с работой не хуже вот это возможно вот на сегодня все до свидания успехов удачи вот и вот 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 вот